Как можно пробиться через систему, которая уже 12 лет постепенно внедряется по всей стране? Вот послушайте, что говорит Герман Греф. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель образования. Напихивание детей огромным количеством знаний. За это время знания мультиплицированы колоссальным образом. И сотрудники системы образования, учителя, родители и дети в шоке от того, что делать. Какую из информации попытаться напихать в этого несчастного ребенка? Какое количество часов его времени занять? И в какой период времени начать его напихивать всем этим ненужным барахлом? Как можно спорить с тем, что современный человек должен получать современное образование? Да, конечно. Мы должны быть современными, да. Но почему быть современным? Это значит вычеркнуть все то лучшее, что было в российском и советском образовании. Лучшее воспитание личности. Именно творца, творца, который умеет творить, а не только пользоваться. И в этом тоже и заложен смысл. А ведь образование – это не только аналитика, факты, рассуждения, выводы. Это глубочайшая духовная жизнь. Это литература, это искусство, это музыка, это масса всего того, что наполняет человека. А как может человек одной кнопки вникнуть и услышать? Вот интересно мне, господин Песков и господин Греев могут потратить время, задуматься и понять, что обозначает написанное стихотворение 29-летним Пушкиным? Послушай, дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мной, сердце пусто, разден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шуму. С 29 лет, по нашим понятиям, вообще ребенок, он задумывается о смысле жизни. Он хочет искать ответ вместе с читателем. Человек одной кнопки, вообще остановит свой взор, сделает паузу, задумается о том, о чем задумался Пушкин в 29 лет. Спасибо. 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 Спасибо.